Итак, я сгонял на металлолом и купил там целый баллон за 600 рублей. И так я попытался открутить кран или клапан ключом или чем-то подобным, газовым, разводным, но ничего не получилось. Уже потом пытался там ударять методом удара, короче, рисковал как мог, да. Ну, кран по факту был открыт, то есть весь газ травлен, ничего там нет, но тем не менее. И я решил не париться, просто взял ножок, отпилил сам кран под корень, соответственно, как все советовали везде, залил водой пару раз. И даже три раза получилось, засрал весь двор, мне теперь воняет очень сильно этой гадостью. Оставим этого молодца на сутки. Он вонючий, изнутри сильный все равно уходит. Я забыл, как называется это вещество, которым придают запах газу. Так что оставим молоткий саль. Я так понимаю, очень активно после всех видео с этими баллонами на металлоприемке их активно продают. Я спрашивал у хозяина, он говорит, да, постоянно забирают именно варить мангал. Чем мы и займемся. Начинаем распиловку. Я не стал заморачиваться, сначала попилил бока, а потом уже методом проб и ошибок, или как на глаз, как говорится, отпиливал боковинки, ну или боковинки вдоль. Соответственно, получилось отпилить ровно посредине, то есть получилось выбрать половину баллона. И самое главное замечание для людей, которые будут в дальнейшем это делать. Не надо отпиливать сначала бока. Сначала отпиливаете баллон вдоль, а потом уже аккуратно вынимаете бока. Так как из-за того, что напряжение, соответственно, окружность, у меня он так неприятно щелкнул. На самом деле мне повезло, что у меня не закусило диск, и диск, соответственно, не разорвало. Так бы могло прилететь. Ну, я всегда предохраняюсь, как бы это тупо не звучало, поэтому никогда не снимаю кожух из болгарки. Поэтому все, диск у меня много раз уже пристался, и он оставался тупо в кожухе всегда. Никогда в мою сторону ничего не летело. Предохраняйтесь, друзья, во всех смыслах. Итак, убираем заусенцы с большим напильником, потому что заусенцы можно нацеплять просто даже в больших перчатках. А далее следует обжиг. Я забил его полностью дровами, этот баллон, и оставил прогорать. Во-первых, слезла краска, и проще будет потом счистить курс щеткой. А во-вторых, как бы сама вонь еще выгорела. Вот. Так же, соответственно, к самому баллону я поставил и крышку, ну, отпиленную частью, и она обгорела. Я потом просто переворачивал в процессе. С двух сторон обгорел замечательно. Спустя сутки начинаем зачищать. Сначала думал, что-то там щетками пометал, в болгарке, потом не стал париться, взял обычный курс щетки, шуруповер сетевой и погнал. Благо, у меня как-то покупал большой набор, и у меня там разные модели или виды, как это сказать, виды, да, разные виды. Курс щеток. Классная вещь. Далее я спиливаю юбку. Сначала хотел оставить ее, ну, юбку-подставку, как сказать, кругляк этот. Но потом решил не заморачиваться. То есть он, как бы, во-первых, был кривоват, немного деформировал, но, во-вторых, я не смог бы очистить всю ржавчину под ним. Поэтому решил убрать. Соответственно, убираю, потом зачищаю. По возможности я там наследил, вот, резным диском. Ну, думаю, это не будет проблемой заусенции. И отпиливаю сам клапан, ну, или кран. Я его там покромсал кусками, а потом просто вырезал для воздушного клапана просто прямоугольник и вварил трубу. Соответственно, клапан я сделал из обрезка прямоугольной трубы и, как сказать, шпильки или столистой проволоки, на которую наварил просто кусок, ну, пластина металла. И она, соответственно, вращалась вокруг своей оси, эта шпилька. После сварки я немного расперла именно в самой трубе. Ну, как бы, поправил был гармоник, замечательно крутится, вертится. И берем далее, не особо запариваясь, подготавливаем ноги. Ноги я не стал заморачиваться, взял обычный 45-й уголок. Ну, грубо говоря, то, что было у меня в куче металла. И отпилил по 80 сантиметров, 4 штучки. Также решил сразу отпилить дымоход. А так как труб у меня, кроме квадрата, не оставалось никаких, я решил сделать из него. И так я решил отпилить кусок длиной, по-моему, 15 сантиметров. И сварил его под 90 градусов с высоким коленом. Вот, точно не скажу, по-моему, около метра высотой. Ну, а дальше просто прихватываю ноги уже по месту. Я, правда, как бы долго думал, как их угол какой выбрать. Потому что соблюсти очень точную настройку угла каждой ноги довольно сложно относительно других. Поэтому делал примерно все на глаз и, ну, тоской что-то там пытался выровнять. Ну, это тоже игрушки, грубо говоря. Ну, вроде получилось более-менее ровно, не косоногое. Провариваем со всех сторон, снизу, сверху и погнали. Варим дымоход. Так как я пилил на весу болгаркой, то отпилил слегка криво. Поэтому пришлось немного залить сваркой. Ну, все замечательно получилось. И приварим наш дымоход, соответственно, уже в сам пангал. Сначала на прихватке, а потом провариваем все по месту. Далее идет очередь воздуховода. Также прихватили и проварили. Перед тем, как поставить дверцу, я решил сделать пропилы для шампуров. Ну, на всякий случай. И примеряем дверцу по месту. Я нашел какие-то непонятные навесы в гараже и прилепил их. Так, на глаз прихватываем все, а потом провариваем. Так же и на ответной части. И берем термокраску и красим. Но, сука, ее хватило только на полпечки или мангала. И я оставил это дело и вернулся в игру на следующий день, когда купил еще один баллон. Но его тоже не хватило до конца. И я решил покрасить ноги в свой любимый фирменный, как говорится, уже цвет золотой. И, наконец, долгожданный тест. Тест пожарил купатики. Спасибо большое за просмотр. Мне очень приятно. Подписывайтесь, комментируйте. Даже если будете писать гадость, все равно по приколу. Интересно даже узнать ваше мнение. Не обижаюсь. Не обижаюсь, честно. И следующее видео будет о торшере из трех распредвала. Высокий-высокий торшер. Он уже практически готов. Он стоит рядом здесь за кадром. Я его показывать не буду. И там осталось буквально подключить проводку. Но будет прикольно, необычно. Спасибо большое за просмотр. И увидимся.